итак следующий декор будет располагаться вот здесь вот это обратная сторона шкафа достаточно масштабная вот рамочку под паной я уже соорудил сделаю из деревянного профиля из такой вот рейки еще сделаю задний фон задний план все подготовлю и буду приступать к работе а то не совсем красиво получается продолжение вот такой вот стеночки касательно краски краска вот такого цвета вот остатки с предыдущей работы не выбрасывать все распустили дело вот они послужат заднюю фону для панно так вот я подготовил себе полотно вот я его сделал из ваша гипсокартона на котором были ранее вот я решил подарить им шанс не отправлять утилизацию а еще что-нибудь на них придумать сейчас я все это дело выведу в один цвет и можно приступать к нанесению фарфаретных элементов и тем как сюда наносить поклевку нужно поверхность подготовить для этого понадобится вот такое вот место это vision и грунт торговой марки фейдл стрейч грунт с мраморной крошкой которая обеспечивает хорошую адгезию вот я закатал стрейч пульсом кварцевым грунтом и так кварцевый грунт уже высох вот можно приступать к нанесению материала и так вот и 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 Продолжение следует... 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 Такая вот рамочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот... Работа по части трафаретов окончена... Три трафарета принимала участие... Буду ждать до полного высыхания... Потом немного подшлифую... Уберу лишнее... Ставлю нужное... Приступаю к нанесению покраски... Вот так вот... И так уже подсохло... Я уже его немножко подшлифовал... Убрал лишнее... Можно приступать к нанесению покраски... Краска будет вот такая вот... Продолжение следует... 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 слоя. Потом нанесу еще один, это только первый слой. Краска наносится всегда в два слоя. После чего уже приступим к нанесению декоративной краски. Походит в ней пока что вид на сей момент. Итак, подложечный слой уже высох. Можно приступать непосредственно к нанесению декоративной краски. Материал, который будет использоваться. Это металлик фар, торговой марки Fadell, антрацит, серебро и медь. А также понадобится палитра и кухонные губки. Итак, в первую очередь при помощи антрацита закрашиваем все в один слой, чтобы оно все было в одном тонном. А потом будем уже фильтровать различные оттенки каждому слой. Прикаживаемсье. Паралливье. Прикаживаемсье. Так, базовый цвет уже у меня. Антарцит стал немного подчеркивать рельеф. Более-менее уделяется и каждому элементу. Сейчас буду наносить второстепенные цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот она при цифре получается. Вот такая вот рамочка, чтобы выделяла картинку. Сейчас я еще и подработаю на виду, она будет еще поярче. Вот такая картинка вырисовывается. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...